добрый день девочки решила с вами поговорить на такую тему я же мать многие со многими мы уже знакомы тот кто меня не знает меня зовут виктория мой канал называется виктория манджей я всех рада тот кто ко мне приходит я надеюсь что мы становимся друзьями но я рада всем моим подписчикам хочу поговорить на такую тему я же мать и про развитие детишек сегодня хочу поговорить наверное скорее о своих детях вот сейчас села и у меня столько мыслей в голове а при этом я даже не знаю что я буду говорить но попробую хочу поговорить о своих детях о мате и агате надеюсь что меня слышно я сегодня без микрофона мать я родила 10 лет назад агате будет 5 лет хочу рассказать что дети у меня два ребенка и они полностью разные матея когда родился он был настолько послушным ребенком хотя мне казалось что мне очень тяжело потому что у меня не было здесь ни бабушек ни дедушек было очень тяжело справляться и но но он был послушный мне в этом плане повезло потому что потом когда родилась агата я поняла что у меня вообще нет никакого опыта потому что мне казалось когда я запланировал уже агату мне казалось что в принципе я готова ко второму ребенку и я знаю как быть с детьми но ничего я об этом не знала потому что агата родилась совсем другим ребенком и хочу сказать о том что мой опыт подсказывает что детей нужно рожать раньше хотя у меня матей был точно так же запланированный и мне повезло я запланировала и сразу родила ребенка забеременела и с агатой вышло то же самое хотя когда я уже была беременна агатой у меня возник такой вопрос смогу ли любить другого ребенка потому что я первому ребенку отдавалась просто полностью мне оказалось что я вообще не живу своей жизнью что вот моя жизнь это вот я вся в матерсе времена были очень тяжелые и вся моя жизнь в чехе она мне вообще не давалось легко это просто было очень тяжело и и конечно меня успокаивало только одно что я всегда себя говорила но у других же еще бывает хуже и вот это меня поддерживало мне кажется что я себе это говорила и днем и в утром и ночью хотя всегда у меня мучен комплекс неполноценности я первое время когда воспитывала матея все время думала о том что чтобы он был не хуже других потому что конечно родители мне дали очень хорошую материальную базу то есть я из-за обеспеченной волосы то что вышло то что появились мне на свет двое детишек я конечно то что дали мне родители я им это просто дать не могла и первое время я этого не понимала я просто за этим гналась потому что мне казалось как как я не могу вот это позволить ребенку и конечно это была постоянная проблема в моей голове я просто не понимала очень много вещей но при этом я всегда вот здесь была бегущая строга я помню себя маленькой и когда у меня были какие-то детские обиды на своих родители я всегда себе говорила что я буду другой мамы насколько это у меня вышло я не знаю но со временем уже когда появилась агата я поняла что если я не могу дать какие-то материальные блага если я правильно говорю по-русски то я и могу дать что-то другое и конечно я из кож в гон лезла это тоже был просто перебор потому что у меня все время учил комплекс неполноценности что я не могу дать то что давали мне родители и до сих пор конечно внутри вот где-то какой-то залозы вот обо мне сидит я понимаю что матери 10 лет агате 5 лет у меня нет своего там жилья я не сто процентов интегрировалась в чехии и закрепилась и я все время нахожусь между небом и землей и то что я всегда у нас были разные то есть вы может быть скажете что это у всех так но сейчас как бы я говорю о себе были разные времена когда там не было есть не было что пить не было где жить и когда ты с маленькими детьми переезжаешь из одной квартиры в другую из дома все это было очень тяжело было очень тяжело что ты был что с первым ребенком что со вторым ребенком 24 на 7 и ты просто не мог даже просто так вот дать там рядом понячиться бабушки или как кому-то из родственников вот и какое-то время вот эти грани стерлись и я поняла что прошло десять лет а я в принципе ну как бы все делала для своих детей я не помню когда последний раз сходил их матерскую каким-нибудь там массажистом или еще что то я просто этого не помню я шла в магазин и думаю ну вот и надо позволить что-то для себя и через секунду я об этом забывала я думала так матея нужно вот это в школу или в садик агате нужно вот это и я понимала я там копила там на какие-то там вещи ну опять же чтоб не были хуже чем другие но сейчас я пришла к тому что нужно что-то искать то что ты не можешь то что ты не мог дать материально вокруг есть столько всего что ты просто можешь открытием глаза на какие-то другие вещи сейчас я не разговариваю судьбурно но мне так кажется что я своим детям дала что-то другое сама в этом не понимая и теперь я сама же благодарна и самой себе и своим детям вот потому что на самом деле в жизни есть другие ценности и вот этот весь этап который тяжелый я прошла со своими детьми меня многом научила и я очень этому благодарна и очень этому рада сейчас я поговорю что у меня детишки очень разные и почему я сказала о том что ну детей нужно рожать раньше матея я родила в 32 если помню агата забеременела в 37 вот и конечно уже силы были другие и энергия была другая и если посмотреть там по нашим фотографиям в инстаграме или вконтакте все это выглядит конечно очень радушно но были очень разные моменты и были такие моменты когда мы просто с кости ругались из-за детей когда вы просто энергия исчезала и мы уже были просто все и настолько я не знаю обиженными просто ходили с ним как два таких я не знаю человека без энергии и то есть мы друг другу помогали но при этом не было ни в нем энергии ни во мне энергии потому что было все очень тяжело чтобы прожить чехии мы должны были вдвоем работать но вот 10 лет подряд это получалось так что либо костя сидит с детьми я работаю либо я работаю он сидит с детьми либо просто мама так вот попеременно и конечно это были огромные недосыпы мы спали по четыре там по пять часов но я же мать я же выдержу только через 10 лет я поняла что моя энергия улетучилась и конечно то что я успела дать матею агате мне уже этого не хватает потому что мате был первый ребенок и мне казалось так утренние прогулки должны быть утром в обед вечером читать книжки постоянно если есть какая-то денежка я не доем я себе что-то не куплю но я куплю ему я буду его развивать но я не помню автора какой-то книги мне попалась книга когда там написано так если вы хотите чтобы вас дети слышали то есть и вы должны как бы слышать чтобы с вами дети разговаривали вы должны постоянно слышать и вы не можете детям там он сидит от тебя вдалеке кричать пойди убери там игрушки сделать то 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 и ребенок тебя не слышит и с матем у меня все время был очень близкий контакт я постоянно садилась на уровне его глаз заглядывая глаза и постоянно с ним разговаривала разговаривала объясняла мне было даже такое ощущение что я просто иногда сама собой разговариваю но я постоянно с ним говорила в какой-то момент это дало свои плоды потому что ну матей был в отличие от агаты он был совсем другой когда я смотрела на детей которые ну там например семьи приходят магазин и там ребенка волокут по по полу потому что ребенок просит я хочу там то я хочу там это я хочу это вот мне казалось как так как такое возможно ну вот наверно тот момент когда у меня только родился матей поэтому с ним разговаривала разговаривала разговаривал потом я помню материна было года три мы пришли в магазин и он говорит мам я вот хочу вот эту игрушку и кроме темы это позволить не можем я вот хочу там что-то он тоже так все спокойно говорю мотечкой но мы на данный момент у нас это не получится я все время садилась смотрела глаза и как со взрослым человеком рассказывала почему это у нас не будет не просто я тебе это не куплю а вот почему почему так происходит он стоял стоял магазине говорю ну хотя бы булочку вот и манте вот в этом плане меня очень радует он достаточно очень поднимающий и когда появилась у меня агата я думаю боже мой я к этому готова я прошла уже пятилетнюю школу с матем и поэтому мне будет не проблема как бы второму ребенку по накатанной дать то же самое агата оказалась полностью другая и вот я все время говорю что матем не для души а агата для настроения потому что агата у нас очень веселая очень любопытная мне в ней есть громадные плюсы может быть то что нет матюшки а в мате есть те плюсы которые нет в агате и они как плюс и минус очень друг друга дополняет я очень рада конечно что я решилась на второго ребенка и конечно сейчас мой возраст наверное уже не знаю не то что даже возраст я может быть даже хотела третьего ребенка но мысль опять а смогу ли я полюбить третьего ребенка но и в тот же момент просто уже возраст возраст а наши непрекращающие проблемы конечно я не решаюсь мне не хватает смелости потому что десятилетний вот этот этап я прошла без бабушек без дедушек рядом без подруг в немножко изолированном таком обществе и мы всегда 24 на 7 опять повторяюсь извиняюсь за за тавтологию мы всегда вместе костя и я матей агаты вот ну вот так вот четвером идем по жизни его очень редко расстаешься просто у нас очень очень близкий контакт так вот агата у меня родилась немножко совсем другой ну вот расскажу просто такие минимальные вещи а например если матей когда был маленький и он не засыпал вообще он спал всегда хорошо то мы когда садились в машину ставлю автокресло мать и отрубался за секундос агата вообще не любила ездить в машине она не спала если уходила с матем гулять с коляской на улице то матей засыпал постоянно агата нет ей нужно она все рассматривала круг надо было приехать домой взять ее на руки она была ручная и тогда она засыпала матея читала куча книг и он воспринимал любые книжки которые бы я не читала агата вообще не 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 любит чтоб ей читали книги и тогда я нашла с агатой немножко что-то другое я начала ставить ей музыку я там было все лишь там месяц я ставила колыбельные потому что мне уже не хватало сил самой что-то петь причем и я голосом не обладаю на матею там что-то подбывало а она агата мне уже не хватало сил и вот до 5 лет она до сих пор ложится спать и если есть просишь тебе почитать или включить аудио книгу вот она все равно говорит что поставь мне музыку а иногда она просит чтобы я почитала ей почитаю но все равно она переключается именно на музыку от классической музыки слушала до попсы а самое любимое в детстве ее было не нога тамадзе трибердила она очень любила слушать и не до сих и до сих пор я и включаю музыку она это любит но разные колыбельные а я ж мать и и я вам признаюсь честно иногда я даже боялась своих детей потому что мне казалось что когда я забеременела матеем что я полностью готова к детям я все смогу я все смогу для них сделать и это была радостная картинка что вот малышей семья прекрасная вот но иногда это было все по-другому иногда я просто ждала костью с работы просто каждые минуты считала чтобы он приехал и мне помог вот матеем не родился первый ребенок 4570 килограмм роды были не очень легкие но я их выдержала с агатой у меня было кесарево свечение из-за низкой плаценты и поэтому это было планированное кесарево сечение мы до последнего до 37 недель ждали чтобы может быть все таки как бы плацента подымется наверх и как бы я рожу сама но все немножко пошло не так с другой стороны в принципе я попробовала и такие роды и такие роды вот и много читала о детях кесарятах что они и есть такое мнение что когда ребенка просто вот так вот достают и он не проделал какой-то путь потому что детки трудятся больше чем мама в родах что им все очень легко как бы достается и что детям нужно постоянно кесарятам проделывать давать какие-то сложности какие-то задания для того чтобы они в жизни могли чего-то достичь конечно я читала о каких-то минусах что очень много детей кесарят они бывают астматиками что бывают проблемы с сердцем конечно я была этим очень напугана но в принципе я рада что и первые роды и вторые роды и то что это происходило здесь в чехе вот как бы я благодарна всем врачам и мне все это понравилось были свои сложности и с матеем с агатой но вот в принципе касаемо рода разрешения я в принципе довольна вот поэтому агата у нас такая была какая-то там мне казалось возбудимая или еще что-то но все родились по по шкале авгар 9 и 10 я не знаю как в россии в чехии ставят так вот но материн нас заговорил чуть-чуть позже я уже рассказывал в предыдущих видео к трем годам агата намного раньше конечно все время тянулась за матеем она такая птица говору вот но я думаю что если я наверно рожала в россии нам бы наверно тоже понаставили разных диагнозов вот и в этом плане здесь детей не таскают на то чтобы делать какие-то дополнительные проверки какие-то дополнительные анализы мы очень минимально ходим к врачам просто минимально если даже любая температура мы как бы ходимся дома ну если когда были маленькие то я конечно дополнительно есть ездила к врачам тут в Врачам приходишь, если температура держится больше трёх дней, тогда ты звонишь педиатру и едешь к нему. Или если у тебя есть какие-то дополнительные вопросы, и тогда ты едешь на поготовость, то есть ты берёшь ребёнка и везёшь в большую центральную больницу, в это отделение, сидишь там в очереди, может, часа два или три, и там таких много, и с маленькими детьми, неважно, с грудными, не с грудными, ты сидишь в эту очередь, чтобы лишний раз удостовериться, что с твоим ребёнком всё в порядке. Но это как бы отдельная тема. Рады, что они мне родились здесь. Не раз это повторяю. Хоть и вся жизнь и проживание в Чехии было мне как-то нелегко, но итог, в принципе, более-менее хороший. Про развитие детей, о чём я говорила, что с Агатой мне просто не хватало много времени на Агату, на всё её развитие. Не хватало, конечно, и финансов на то, чтобы водить на какие-то кружки, и поэтому я как могла пыталась всё это сделать сама. И, конечно, Матею в этом плане досталось больше, потому что энергии было больше, и я была моложе. И если кто-то заглянет в мой Инстаграм или ВКонтакт, у меня есть очень много фотографий, тогда у меня не было своего канала. Но я это всё закрепляла фотографиями. Есть у меня даже детские письма, которые я, когда дети были маленькие, я им писала, иногда и пишу ещё. С Матеем, я помню, мы ходили рисовать. Куда мы только не ходили. Я понимала, что я ему не могу позволить, например, водить его на кружок рисования. Мы рисовали где только можно. Около дома, ездили в Карловом мосту, рисовали там. То есть всё, что я могла, я просто максимально выжимала из себя. Не знаю, нужно ли это было, не нужно. Где я могла, я рассадилась и читала ему. Но честно хочу сказать, всё, что я думала, как я буду развивать своих детей, в принципе, у меня это ничего не сбылось. Потому что вечером, когда мои дети засыпали, я находила очень много нужной информации. Думала, вот с утра я начну развивать своих детей вот так. Но утром я просыпалась, и день шёл полностью по-другому. И, конечно, из того, что я хотела и хочу, и какие хотелки у меня есть, ничего не получалось. Но, с другой стороны, я рада тому, как получалось, так и получалось. Я же мать. Поэтому я такая мама. Если вы подумаете, что я не кричала на своих детей, были у меня и крики, были у меня и истерики, были у меня и скандалы со своим мужем. Было так, что я выходила к воротам дома и плакала просто белугой. и думала, ну как, мне не хватает сил, мне нет помощи, меня никто не понимает. Потом приходила и пыталась разговаривать хорошо, нормально, настраивалась дальше. Я не знаю, на что она настраивалась. Просто, наверное, продолжала жить. Вот. А к чему я это всё? Я хочу сказать, что девочке, может быть, тот, кто только родил, не переживайте. Всё само пойдёт, как пойдёт. Было так, что я всё это совмещала между работой и детьми, и прибегала, и уборка, и поесть, и одеть, и постирать, и ещё успеть развивать ребёнка. И, конечно, скандалила со своим мужем о том, что вот, если я это не успеваю сделать, я на работе, так ты это должен дать детям. Хорошо, что он у меня был всё время спокойный, как танк, потому что я была как Ела, которая вот так крутилась, и сейчас кручусь. А у него всё-таки были крепкие нервы, старался он выдержать меня, и, конечно, очень сильно помогал с детьми. И, конечно, в течение, наверное, даже трёх лет Матейкиных я понимала, что я ещё сама ребёнок. Хотя мне на то время было 32, 33, 35. У меня, конечно, ещё был вот этот детский инфантилизм. Но мне кажется, что он мне ещё до старости останется. Вот как-то так. И я хочу сказать, что, девочки, ничего не бойтесь. И было у меня так, что я просто иногда плевала на беспорядок, на всё, что окружает меня. У меня не было денег, я тоже выкидывала все эти мысли из головы, как я прокормлю их завтра, а просто вот брала их в охапку, ложилась на диван, и вот то, что могла, то и делала. Полулёжа, полусидя, могла читать — читала, могла их просто гладить — гладила, могла их просто целовать — целовала, могла их просто обнимать — обнимала. Вот то, что могла, то и делала. И то, что вот, как бы сказать, пыталась сделать какие-то вещи из того, из чего даже у неё просто не было. Не было каких-то детских костюмов, на что купить, когда Мочка ходила в садик. Руки у меня были в попе, я из подручных средств пыталась как-то ночью не досыпала, что-то сделать. И получалось, в принципе, не хуже. С другой стороны, ведь это просто наша картинка мира, наша картинка так, как мы её видим, так, как мы представляем, так, как мы хочем. А на самом деле в жизни всё намного проще. Я всё время думала, вот он придёт в садик, у всех вот так, а у него вот так. Или Агата придёт в садик, у всех вот так, а у неё вот так. И пыталась из себя выжить максимально. Иногда просто этого не нужно было делать. Иногда просто нужно было быть просто рядом с ними. Вот и всё. Нужно было быть просто рядом с ними, говорить им какие-то хорошие слова, просто их любить и писать какие-то записочки, класть им в карман. Делать им какие-то просто минимальные сюрпризы. Дети понимают всё. Они от рождения понимают всё. И они даже ведут тебя. Не ты их ведёшь, а они тебя ведут. Они тебе подсказывают. Они подсказывают, что нужно сделать. Они подсказывают, как это нужно сделать. Они подсказывают, какие должны даже быть эмоции. Они тебя открывают. Но я не знаю, как это сказать. это просто вот это и есть счастье когда кажется что очень тяжело на самом деле нужно просто сказать себе стоп стоп и просто жить и и просто жить в эту минуту когда я начинала записывать канал у меня есть трейлер к моему каналу в этом трейлере я хотела показать насколько у меня но у меня потому что я говорю себе было не очень легкая жизнь и там даже музыка такая которая называется феникс это как птица которая расправляет свои крылья из пепла восстает и есть там такой момент когда я бегу 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 и там стоит такой знак стоп то есть вот нужно постоянно я так считаю постоянно себе говорит стоп остановись не лети живи вот вот как то так опять девочки опять я как-то опять я как-то вглубилась опять я как-то разоткровить час я даже я даже не знаю нужны кому-то мои откровения вообще хотела я вообще хотела поговорить о детях о развитии детей и опять пришла к чему-то другому вот так вот со мной бывает по жизни я хочу все одно получается другое так что девочки вообще-то это видео было посвящено тому что опять есть маленький комплекс что с матеем успевала больше чем успеваю с агатой и мне это иногда вот это заноза на мне вот тут сидит мне кажется что я что-то не додаю а вот сейчас своими откровенничаю понимаю что блин да я все им даю ну да там нет каких-то финансов но я то что могу то как бы сказать то что пытаясь дать своим детям я думаю что принципе им достаточно просто я всегда хочу что если они вырастут чтоб у них вот это какая-то картинка детства она у них отпечаталась ну хоть хоть малюсенько в принципе девочки что я хотела сказать вот сейчас я сосредоточилась и хочу вам сказать если вы будете своих детей на развивалке водите если вы можете дать развитие дома давайте из подручных средств все что есть у вас под руками все что вы можете вот в данный момент это сделать и это дать и дети вас сами поведут самое главное их просто услышать так как сейчас я могу часто записывать свое видео потому что у меня есть еще очень много других дел я хочу вот каждый день вам по чуть-чуть ставить вот сюда маленькое видео о том как он как мне удавалось немножко как я развивала своих детей потому что матей был у меня очень стеснительный и он не очень сильно любил говорить что-то у нас были проблемы с произношением не знаю и за чешского языка и с русским языком потому что он немножко позже начал раз разговаривать и мы с ними записывали такие небольшие сказки агате было все это интересно но так как она не любила чтобы я и читала не знаю даже как кости на это решился мы придумывали такие маленькие сказки для детей не знаю получилось у нас это или нет поэтому я хочу вам показать может быть на примере свое может быть я кого-то смать смотивирую но я не знаю нужно ли это кому-то точно но знаю что в тот момент когда мы это делали нам это было нужно а сейчас всем приятного просмотра и рада если вы досмотрите это видео до конца если есть возможность ставьте на лайки пишите комментарии вы поддерживаете этим мой канал спасибо вам огромное и я думаю что будет еще вторая часть я просто хочу узнать ваши комментарии если вам это понравилось то я буду чаще разговаривать на тему своих детей всем спасибо пока пока а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочешь печенье? А я его не вижу? А его и нет, ха-ха-ха. Это очень невежливо тогда предлагать его, подумала Алиса. Какое у нас сегодня число? Четвертое. Крут. Отстали на два дня. Я тебе говорил, что сливочное масло для часов не подходит. Я с холодным маслом. Какие странные часы. Они показывают число, а не время. А разве надо? Ну что, отгадала? Нет, сдаюсь. А какая загадка? Сдаюсь, сдаюсь. Не верь, не болей, Шапан. И я не знаю. Какой смысл загадывать загадку, у которой нет отгадки? Только даром время тратить. Если бы ты знала время, как знаю его я, то так бы не делала. Ты вообще когда-нибудь с ним разговаривала? Конечно нет. Я даже не понимаю, что вы имеете в виду. В зазеркалье, в зазеркалье, на колесе белое. Я в короне королевской, скипетром руках горит. Всех причудливых в создании зазеркалья странный мир. Королева и Хрисус вызывают клавдопир. О создании зазеркалья, как Алиса говорит. Приходите и любуйтесь. Честь для вас один будет. Видеть, слышать королеву, Наслаждение вам дает. А обедать в вести слове И печать, небольшой почет. 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 Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока, пока. КОНЕЦ